Добрый день, дамы и господа! Мы продолжаем наши лекции по истории России и тема сегодняшней лекции «Внешняя политика России в эпоху дворцовых переворотов с 1725 по 1762 год». Надо сказать, что по окончании Северной войны, когда Россия превратилась в империю, этот факт очень недружелюбно восприняли многие державы в Европе, просто потому что Петр Первый не ограничивал свои претензии только лишь российскими вопросами, но и начал активно вмешиваться в европейские, в первую очередь в германские дела. Естественно, что старые европейские державы, которые считали себя гегемонами на континенте, в первую очередь Франция, такое положение дел совершенно не устраивало. Понятно, что никто пускать нового игрока на европейскую арену не собирался, поэтому отношения Российской империи, в первую очередь Франции в 18 веке были весьма и весьма сложными. Французские короли не признали за российскими правителями титул императора и всячески старались России вредить в борьбе за гегемонию в Европе, но если мы посмотрим на карту, мы увидим, что напрямую никаких границ между Францией и Россией нет. Франция на западе, мы на востоке и действовать французы могли исключительно через своих союзников, наших недобрых соседей, к каковым относились в первую очередь Речь Посполитая Польша, Швеция и Турция. Поэтому все вот события, так или иначе связанные с нашей внешней политикой, они где-то там за спиной действующих лиц основных, имеют такие явные французские уши и связаны именно с действиями французской дипломатии, которая вела совершенно антироссийскую политику. Если говорить об основных направлениях внешней политики России в этот период, то здесь можно выделить два. Это западное направление, где самыми основными событиями стало участие России в войне за польское наследство, русско-шведская война 1741-1743 годов и знаменитая семилетняя война 1756-1763. из которой мы, Россия, выйдем на год раньше, в 1762. Что касается восточного направления нашей политики, то это русско-турецкая война 1735-1739, а также присоединение Северного Казахстана и акция императрицы Анны Иоанновны по возвращению Каспийского побережья, западного и южного побережья, Каспийского моря, Иранской Персидской империи, которое произошло в 1735 году. Причины у этих действий императрицы Анны Иоанновны, в общем-то, достаточно простые. Она надеялась тем самым Иран сделать своим союзником в русско-турецкой войне, поэтому и отказалась от завоеваний Петра Первого.